Добрый день! Мы продолжаем наши психологические занятия. Рады приветствовать вас. Надеемся, что вы в добром здравии, что вы выполняете масочный режим, режим самоизоляции. И сегодня подготовил наш отдел для вас вот такое задание. Мы попытаемся поискать ресурсы, которые помогают человеку быть на плаву, чувствовать себя хорошо, чувствовать себя успешным. Ну или, как говорят, камильфо. Для этого нужно взять лист бумаги. Достаточно большой можно взять лист бумаги. Рекомендуется где-то вот А3 формат такой. Но возьмите такой лист, который у вас есть. И возьмите карандаши, либо ручку. Можно взять фломастеры. То есть тут выбор за вами. То, что вот есть под рукой. Поскольку вы можете посмотреть в записи это задание, поэтому я время на поиске листа бумаги отводить вам сейчас не буду длительного времени. Но у кого это под рукой, вот можете взять и вместе со мной продолжать действовать. В центре такого листа нужно символ поместить, который будет обозначать вас. Выберите цвет, если вы будете делать это в цвете, который вот вам нравится, который вам приятен. Ну вот сегодня у меня такое настроение, что вот я себя сделала такой оранжевенькой. И помещу себя в центре. И вот такую помещу себя улыбающуюся. Так вот я сегодня себя ощущаю. Может даже кокетливые реснички нарисую. Нос обозначу. Ну, в общем, такая вот тетечка. А теперь вокруг этого символа, который обозначает вас, нужно поместить всё то, что даёт вам силы, что вас подпитывает, что, ну, как бы держит вот вас в жизни, можно сказать так, на плаву. Да, это могут быть ваши родные, друзья, книги, природа. Можно даже разделить там походы в лес, походы в парки или жизнь на даче. Да, вот действия там, деятельности по выращиванию урожая. У каждого это будут свои там какие-то моменты, да, рисование, пение, другие виды художественного творчества. И вот таким образом можно распределить по кругу, вот что даёт вам энергию, силы жить, да. Вот я помещу так, например, там книги, музеи, например, да. Вот, что, что ещё? Чтобы это было поярче, вот мы можем так сделать. Книги, музеи, театры или просто театр, если так широко. Еда, вот что могу ещё, прогулки, да, прогулки, так, сон, сон, вот, ну, баня. Так, потом у меня спортивный зал, вот, спортивный зал и так далее, да. Каждый вот тут поместит свои моменты. У кого-то начнётся, может, всё с родных, там, близких, с друзей, вот таким образом, да, вот. И затем нужно будет так проанализировать, да, проанализировать ваши ресурсы. Можно это назвать, вот, всё это, наш рисунок, это можно назвать так. Это будет карта ресурсов, да, карта ресурсов. Вот так, карта ресурсов. И сейчас надо будет проанализировать вот эти ресурсы, с какой точки зрения. Насколько у вас вот такая связь с этими ресурсами, насколько она сильная, постоянная, или она может быть тонкая, слабая. Ну, вот, например, я буду обозначать там, какая у меня связь с книгами. Да у меня это просто канаты, то есть это вот без этого вот никак, да. Ну, вот театр тоже достаточно прочная связь, но она не такая, как с книгами, да. Ой, связь с едой тоже очень прочная. Может, тут мне бы и поменьше бы её надо. Это, пожалуй, больше, чем книги, да. Ну, вот, прогулки тоже очень прочная у меня связь будет, да. А с баней такая, пунктирная. Очень люблю баню, но вот она, это бывает и нечасто. И, в общем и целом, у меня есть некоторые там противопоказания, да. Ну, вот с музеями в последнее время как-то тоже у меня вот. Зато вот с прогулками, видите, вот как. Вот со спортивным залом я хотела бы, чтобы у меня была потолще, потолще связь. Но она пока, вот я её вот обозначу таким образом. А затем анализ может идти дальше. Например, а что мешает, чтобы связь эта была более прочной, да. Если это действительно ресурс, если это способ поддержки, способ выживания, способ быть на плаву в этой жизни. Что мешает, вот на эти вопросы можно, ну, вот там себе ответить, честно, конечно. Ну, вот возьмём, например, музей. Что мне тут мешает? Ну, аллергия в определённой степени там мешает, да. Мне там помечу это дело, вот. Ну, что ещё? Может быть, не так часто я хочу ходить в музей. Или, ну, да, я испытываю дискомфорт из-за нехватки воздуха в музеях, из-за аллергии, если это не на открытом воздухе, да. Вот, например, вот таким образом. Ну, ещё, может быть, да, может быть, мне хотелось бы там, например, вот ходить с кем-то в музей, чтобы сразу обсуждать, делиться впечатлениями. Вот. То есть, вот тут, чтобы посещать музей, нужно что сделать? Мне, ну, может быть, да, действительно, борьба с аллергиями, вот маску как раз-таки, да, себе иметь маска. И кто? Найти партнёра. Кто будет со мной, вот, кто любит музей, будет со мной ходить в музей именно в те, в которые я там хочу. И так далее. Вот идея понятна, да, как можно проанализировать, почему, как можно этот ресурс усилить. Или почему этот ресурс не очень, не очень силён сейчас. Вот такая, такая ревизия карты ресурсов. Такая ревизия. Вот получается такая картинка, да. Можно, может быть, её можно было бы там, да, сделать покрасивее. Я надеюсь, что идея, идея вам понятна, как вот можно с этой картой работать, как можно поискать, что, что нас в жизни поддерживает. А сейчас я хотела бы вот показать, вы знаете, что мы консультируем людей, да, к нам приходят, делятся не только своими, там, я не знаю, ну, трудными, трудностями в жизни, но и делятся радостями. И вот есть такие клиенты, которые приходят поделиться радостью и как раз-таки приходят рассказать о своих ресурсах. У нас есть одна клиентка, ну, я могу сказать, что это поэтесса, и подруга у неё пишет стихи. И сегодня я вот хочу вас познакомить с результатом ресурсов, с ресурсным состоянием, со стихами этой нашей клиентки Татьяны Дмитриевны. Возраст такая странная штука, в паспорте есть, а в башке нифига. Годы заходят всё чаще без стука, морщится личико, как курага. Вроде бы надо принять, что старею, с чем-то смириться, о чём-то забыть, быть во дворе на скамейке своею и, соответственно, возрасту жить. Но не могу, не сдаются надежды, а в голове хороводят ветра. Может быть, скинуть года, как одежду, в рощу рвануть за малиной с утра и добежать по дорожке до детства, в юность вернуться хотя бы на денёк. Вроде бы рядом они, по соседству, жаль, что не знаю обратных дорог. Возраст такая странная штука, в паспорте осень, а в сердце весна. Годы заходят всё чаще без стука, но не грущу, мне идёт седина. Вот такое стихотворение, вот такой ресурс имеет Татьяна Дмитриевна, наш клиент. Она поделилась с нами своим творчеством. Возможно, кто-то из вас найдёт себя в поэзии, не только как читатель стихов, но и как поэт. Спасибо вам за то, что вы сегодня провели время с нами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok